Добрый день дорогие ребята, с вами снова как обычно Михаил Игоренков, рад приветствовать вас на этом канале У меня слегка с голосом проблема, потому что я поспал с открытым окном, меня подпродуло маленько, поэтому сорян Не болей, ничего, ну вот тут вот это вот все, носоглотка, сами понимаете Короче, понедельник, а это значит, что если на этой неделе у нас турнир UFC, я сажусь с утра и записываю подкаст Во-первых, с бесплатной рекомендацией, где как правило разбираем мейн-ивент И в общем-то разбирая также дополнительно в закрытом подкасте весь кард для своих клиентов В общем-то турник далеко не самый насыщенный, всего на самом деле здесь 11 пар Тем более мы допускаем, что кто-то еще может сняться по ходу вот этого файт-вика из-за травмы, взвешивания, либо чего-то еще И честно хочу сказать, об этом даже вчера в телеграме написал, что не хотел я разбирать мейн-ивент этого турнира Думал, может быть, какой-то более интересный поединок найти в плане спортивной составляющей, какой-то интриги в дивизионе и так далее И нихуя я здесь более стоящего не нашел В теории можно было бы, конечно, разобрать бесплатку поединок Сантьяго под Зенебиум и Перейры, но... Короче, я решил все-таки быть мейн-ивентом При этом поединок здесь на самом деле достаточно такой неинтересный То есть он с понтом несет какой-то контендерский статус Потому что мы все прекрасно понимаем, насколько ущербны эти дивизионы, насколько они слабо насыщены, женские И плюс там все уже со всеми успели передраться Так что даже, в общем-то, винстрик из двух побед подряд вполне себе позволяет, например, Холли Холм после победы над Кейтлин Виерой претендовать на титул И это при условии, что она дралась в последний раз в 2020 году Что касается Кейтлин Виеры, то, в общем-то, у нее карьера идет не самым лучшим образом Чередует она победы с поражениями И прежде всего это связано даже не с тем, что она как боец плоха Нет, у нее очень часто возникают проблемы со сгонкой Вот, это вообще-то может вылиться во все, что угодно И не очень уверенные раунды в поединке, как, например, было в поединке с Яной Куницкой Хотя она, мягко говоря, там не проиграла Вот, Сирена Алданова, у нее было все хорошо до тех пор, пока она не пропустила удар левый И не упала в нокаут Так что победа от Миши Тейт, которая вернулась там, да, спустя, я не знаю, сколько лет не в выступлении в ММА Мягко говоря, мало чего стоит Я это к чему все веду? Я это веду к тому, что в этом противостоянии для меня Холли Холм вполне себе фаворит по делу Единственное, что до процедуры официального взвешивания ставить, конечно, не рекомендуется Я все прекрасно понимаю, она очень хорошо дисциплинированный боец Она всегда делает вес, она всегда выглядит хорошо, но здесь лучше все-таки не торопиться Все-таки 40 лет уже женщине, да, возраст такой Хотя Кейтлин Вера тоже, в общем-то, как бы, ну, она, конечно, не девочка, но 30 лет, как бы, не старая Но проблемы у нее вот именно со сгонкой и с прочим связаны, прежде всего, не в силу возраста, а в силу каких-то внутренних там проблем С организмом, с дисциплиной или с чем-либо еще Короче, что можно сейчас интересно увидеть в коэффициентах на этот бой? Ну, еще раз говорю, Холли Холм для меня фаворит по делу при условии, что здесь будет нормальная у нее сгонка Нормальная, соответственно, да, форма у нее будет на процедуре официального взвешивания Вот, при этом, если мы будем брать еще так же, рассматривать классические варианты в виде тоталов То я все-таки, да, вижу здесь то, что поединок дойдет до решения Вот, на ТБ 4.5 по БК фонбет дают 1.5 Это значит, что на полный бой будут давать что-нибудь типа 1.6-1.7 Что не очень-то интересно И это, пожалуй, первый раз, когда я бесплатно рекомендации советую обратить внимание на так называемые ставки с форой Фора на фонбете, объясняю То есть, фора минус 4.5, фора плюс 4.5 Когда эти ставки появились, многие не могли понять, это что? Это фора по ударам, это фора по чему-то еще Как это считать? И подобные коэффициенты, кстати, появились даже в других немного БК, то ли на Бет-Сити было, то ли не было, не знаю Но я объясню, в чем суть этой ставки Берем, например, поединок Кейтлин Вири против Миши Тейт, 5-ти раундовый бой Здесь Майкл Белла дал победу Кейтлин Вири со счетом 48-47 Сал Дамата 48-47 Юничиро Камиджо 49-46 То есть, мы берем 48-47 48-47-49-46 Итого у нас остается 5 баллов То есть, Кейтлин Вири победила Мишу Тейт в общей сложности по судейским карточкам С преимуществом в 5 баллов И в данном случае, если бы на Кейтлин Вири выбрали ставку с форой минус 4,5 И вы уже поняли, что речь идет именно по очкам То ваша ставка бы зашла То есть, разница в 5 баллов минус фора 4,5 Вы, соответственно, как бы, ну, запас есть, вы в плюсе В данном случае я рекомендую сделать ровно то же самое, что я только что описал Но только в отношении Холли Холм И, конечно же, после процедуры официального взвешивания Если кардинально ничего в коэффициентах не поменяется Если чудом каким-то на Холли Холм КФ не подскочит Если на ТБ не дадут нормальный коэффициент от 1,8 и выше То единственное, что здесь я вижу валуйного из того, что предлагается Это именно ставку с форой на Холли Холм При этом, если же бой не доходит до решения То есть, каким-то образом заканчивается досрочно Вы по этой ставке получаете возврат Вот такой вариант То есть, еще раз повторяю Нужно, чтобы эта ставка зашла в итоге Если вы будете забирать, чтобы Холли Холм победила Большим отрывом Потому что тупо передышит, перетыкает И даже если 1-2 раунда Ну, 1 раунд проиграют Второй плюс-минус в разные стороны раскидают Все равно у нее должен такой запас проходить Вот такова моя официальная бесплатная рекомендация на этот бой Но, опять же, у меня стандартный аккаунт Не порезанный На него дают сейчас поставить на эту ставку Почти 171 тысячу Я думаю, такого максимума хватит всем за глаза Вот, опять же, просто, например, тот же самый Сибитсити рассматривать в плане росписи Да, там бывают интересные варианты Но ты просто открываешь там максимум 2 тысячи рублей 3 тысячи рублей Как бы, ну, и ты такой Ну, спасибо Молодцы И я даже не к тому говорю, что Ой, блядь, я такими суммами и бизнес-тическими ставлю Что просто, блядь, мне вот эти максимумы нет Нет, просто когда ты с таким максимумом Даешь рекомендацию на толпу Очень быстро прогружают коэффициент Очень быстро, соответственно, котировка падает И, как бы, ну, и в итоге просто дал прогноз ради прогноза А не ради того, чтобы кто-то получил, возможно, какой-то профит Здесь запас есть Так что я с чистой совестью считаю, что пока предварительно моя работа выполнена Сейчас, правда, еще для клиентов подкаст разберу Ну, и, в общем-то, после процедуры официального взвешивания Будет уже окончательная рекомендация Вопросы, ответы, пожелания Welcome в комментарии Вот, всем адекватно, всегда рад В описании под видео ссылки на телеграм, чат, канал Вся самая активная аудитория тусуется там Всем всего хорошего и пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok